Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Баэра. Все знают знаменитую фразу, которой много и пользуются. Нет, нет никого, кроме Бога одного. Все знают, да? Но сказать это легко, а в жизни следовать этого правилу значительно сложнее. Можно проверить себя. Когда я страшусь чего-то, переживаю за что угодно, за деньги, за здоровье, за ребенка, за еще что-то. Действительно ли в моем мире нет ничего, кроме него? Или мне и так кажется, или я себе придумаю? Наверное, есть еще и как. Поэтому это дорога, это путь. Ему надо видеть, ему надо следовать, но это непростой путь. В этой главе есть интересное разъяснение доходов человека. Если, не дай Бог, человеку не хватает веры, он объясняет недостаток заработка самыми различными причинами. Обвиняет других, считает, что его сглазили, жалуется на неудачливость, или даже думает, что Бог отвернулся от него. Человек начинает прибегать к всяким средствам, кроме одного единственного, которое только может помочь. Абсолютно такой, знаете, молитвей, идущей от души. Надо, правда, еще, чтобы это совпадало с планами Бога. Человек день и ночь строит какие-то расчеты, занимает, уезжает за границу, сверхурочно работает. Он сказал интересную вещь Израиль Салантер, выдающийся еврейский мудрец. Он сказал, что тот, кто работает сверхурочно, гоняется за проклятием, наложен на дама в поле лица, будешь добывать свой хлеб. Почему? Потому что, ну нельзя победить Бога. Вот он здесь и спланировал, что будет вот так, надо менять только молитвы. Никак иначе не работает. А пропитание устанавливается в Росшашана, и человек не может получить ни капли того, что он хочет украсть у другого. Это кажется, что забрав, мы можем увеличить у Бога и свои пути. Этот урок мы ясно видим из египетских казней. Невероятное личное наблюдение Всевышнего, когда каждый получал то, что ему положено. Нам специально медроши описываются, что евреи копали воду, брали воду из колодца, становились египтянином, евреи пил воду, египтянин кровь. Пили из одного стакана, то же самое. Менялись стаканами, то же самое. И сказал пророк, что египетские казни были знамениями и чудесами. До самого сегодняшнего дня. Они вечный урок для нас, так как вот лягушки знали, куда им заходить, в какой дом. Зверь знали, а куда можно, а куда нельзя. Пши знали. И пропитание знает точно, куда оно идет, куда его поставить. И послали, куда оно придет. Так и распределяется это все. Если хотят увеличить и расширить заработок, единственный путь сделать, это обратиться с просьбой и молитвой к владыке мира, питающему весь мир добро. И вот у него можно действительно что-то получить. Очень много зависит от отношения к ситуации. Жил когда-то в Багдаде один бедный еврей, зарабатывал он продажей фасоли на рынке. Тех копеек, что он зарабатывал, едва хватало на хлеб какую-то еду. Остатки, которые не удавалось продалывать, он приносил домой. Ну, представляете себе, они ели фасоль на завтрак, обед и ужин. Жена стала уже, что невозможно, бурчала-бурчала, и вот подала на развод. Был такой великий Гаон, Машея Леви, который был тогда раввином Багдада главным. Он ее уговаривал, объяснял, что главное счастье в доме не работает. Он говорит, ну на небе все, не работает. Тогда Раф придумал вот что. У фасоли, как у любого овоща, есть отходы, стручки, там кожура. Раф стал следить за распорядком дома, увидел, что каждое утро женщина выходит и выбрасывает остатки фасоли. Он переоделся нищим, пришел и стал ее просить, пожалуйста, дайте мне эти деликатесы, мои дети просят. Женщина удивилась, говорит, так это отходы шелука, ничего, они будут рады этому. Договорился, что женщина каждый день будет приходить забирать. Когда пришел срок развода, жена пришла и отменила свою требование. Она не знала, что есть еще более тяжелая ситуация у людей, чем у нее. Как говорится в книге «Кдушать льви» на небесах, наверху и на земле, внизу, все вопросы, все-все вопросы решаются там. Смотри на того, кто выше тебя в духовном плане и стремись достичь более высокого уровня. А в делах земных надо смотреть на того, у кого еще хуже, чем у тебя, и радоваться, и говорить Богу. Забота о параносеях, заработке, понятно всем, но еще египетские казни учат и другого. Человек считает, что у него все есть, сегодня. Ну, вот этого не хватает, этого не хватает, но вот это вот у меня есть, спички у меня есть. Конечно, не дай Бог, все понимают, что наступит день через 120 лет. Когда человек потеряет деньги или деньги потеряет его, но сейчас-то это в его распоряжении, он не понимает, что когда он здесь, и его нету. Нет ничего, все во власти Бога. И фараоны, и египтяне были уверены в своем завтрашнем дне. И уж точно был уверен и в сегодняшнем. А у них его уже не было. Вспомним сказанное в Геморе. Сказал рабе Лезер Гадоль. Тот, у кого есть лев в корзинке, он волнуется, что будет есть завтра, слаб вере. Обычно думают так, что надо полагаться на Всевышнего, он вам даст. Не о том. Он говорит иначе. Слаб вере, потому что им кажется, что хлеб у него есть сегодня. Ведь все в руках Творца, и он может отнять у тебя все сегодня. Вот сегодня. Это главный урок египетских казней. Задача человека постоянно двигаться вперед. Двигаться не останавливаясь. Каждый день, пусть по крошке, пусть по шагу, но приближаться к тому Творцу мира, который все распределяет. Все дает. От здоровья до заработка. И все жалобы только к нему. И все возможности исправить только у него. Все остальные пути тупые, пустые и ни к чему не приводят. Брахава Ацлаха, чтобы всем всего хватало. И всем хватало в первую очередь умения видеть этот мир с хорошей стороны. Брахава Ацлаха.